Тимур Гореев Сеанс продлился около 20 часов. Тимур Гореев выиграл 35 партий, 6 проиграл и 7 сыграл в ничью. Сеанс попал в Книгу рекордов Гиннесса. Максимальный рейтинг 2682. Участник двух Олимпиад и многих Кубков мира чемпион США. Встречайте! Тимур Гореев! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Тимур. Как вы? Отлично. А вы действительно действующий шахматист? Действующий шахматист. Участвую в турнирах. А вам приходилось на каком количестве досок играть одновременно, не вслепую, а когда вы видите доски соперников? До 50. Способен ли человек запомнить в положении фигур на 48 досках и наиграть партии по памяти? Узнаем прямо сейчас. Объявляем мат в 5 ходов. Ферст Б3 бьет на Е6. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доска номер 35. Ладья с Ф7 на Е5. Доска номер 8. Король Ф2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С7. Вторая доска. Ф3. Третья доска. Б8. Наш 3. Король Аш1. Хороший. Слон Д4. Атакуем, атакуем. Слон В3. ДОМАТОМОНИТЕЛЬНОСТВЕНТЫ Ладья профит! Станция! ДОМАТОМОНИТЕЛЬНОСТВЕНТЫ ДОМАТОМОНИТЫ КИНОТ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, Тимур. Как вы? Отлично. В вашей студии вы видите 48 шахматных досок. На каждой из них сделано то или иное количество ходов, заранее просчитанных компьютером. Сейчас у Тимура будет 5 минут, чтобы пройти и запомнить положение шахмат на всех досках. Вы готовы? Да. Прошу. Продолжение о партии самое сложное. 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Формальности соблюдены. Я прошу участников пройти в кресло, а ассистентов завязать ему глаза. Прошу вас, Тимур. Я приглашаю в студию соперников Тимура. Итак, у нас в студии кандидатов в мастера спорта вице-чемпионы Москвы по шахматам Алексей Вихарев, Никита Калинин и Валерий Берон. Теперь звездные гости могут выбрать любые три шахматные доски с 48. Назовите, пожалуйста, номера досок, за которые должны встать соперники Тимура. Ольга, прошу вас. Назвать номер? Да. Давайте 35. Хорошо. За 35-ю доску, прошу, любой из игроков. Да, прошу вас. Евгений? 11. Прошу вас, 11-я доска в вашем распоряжении. И Наталья? 8. Восьмая доска. Так, теперь наш участник должен вспомнить расположение фигур на указанных досках и продолжить игру. 35. Доска номер 35. Д5, Д6. Доска номер 8. H5, H4. Тоска номер 11. Слон Е3, бьет С5. Ферзь. Ферзь. Тимур, сразу вопрос. Как вам удается держать все такое в памяти? И расскажите нам про ваши секреты, если они есть. Или у вас такая феноменальная память, что вы помните вообще все на свете с самого рождения. С какого, кстати, возраста вы помните жизнь? Спасибо большое за такое классное представление, Сергей. В плане памяти, как видите, шахматы слепую мне даются, в особенности, можно сказать, мощные. Если я играю какое-то большое количество шахматных партий одновременно, то в целом я могу сыграть 48 досок. Или мог, мог. Это было несколько лет назад. В 2016-м я поставил мировой рекорд. И, значит, в целом поддерживаю форму. Но таких вот больших сеансов не пробовал. Значит, шоу «Удивительные люди» показали вот эту возможность сыграть неимоверное количество досок. Но как бы в таком компактном формате, вот за 12 минут, значит, и шоу, и, значит, вот я играю несколько досок, как бы показать вот этот элемент. Вот в плане памяти в целом, то есть как эта память работает, я бы сказал, ну, это, конечно, такой разочаровывающий момент, потому что нету такой вот какой-то магии, да, такой, что кто-то тебя зачаровал, и ты, значит, уже раз, и у тебя, значит, голова работает по-другому, и тебе вот эти все ходы приходят, то есть такого нету, значит, я развил свою шахматную память, как я понимаю, именно шахматами. Вот, то есть я, возможно, из таких элементов, которые вот в плане шахмата слепую, в визуализации, это, я помню, вот путешествуя на турниры, я читал шахматные книги, вот смотрел вариации разные, была книжечка такая, искусство анализа Марка Дворецкого, вот, вот, и я ее, значит, вот эти шпиля все, значит, изучал, то есть когда у меня было время, ну, во-первых, занятия шахматными, потом путешествия, где-то вот просто сижу, нечем заняться, мобильного телефона тогда еще не было, вот, и, значит, вот тебе книжка по шахматам, и, значит, я смотрю на вот эти шахматные ходы и слежу за вариантами, и очень так завуалированно, и вот так смотрю, 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 изучаю, вот, впервые я сыграл, то есть шахматы вслепую, то есть сказать, что я там сильнейший шахматист вслепую, это было бы неправда, вот, то есть сильнейший шахматист вслепую, Магнус Калсон, второй сильнейший шахматист вслепую, это, скорее всего, ну, не знаю, может, там Каруана, может, Вес Лисо, Накамура, в общем, ну, вот так вот, как по рейтингу идем, так примерно что-то такое, вот, вот, но в плане моей, моего форте, моих способностей, это игра в шахматы вслепую на большом количестве доски, вот, ну, и, в принципе, шахматы вслепую, анализ вслепую, это я достаточно комфортно себя чувствую, даже, может быть, иногда мне как-то мозг лучше задействован в этом плане, вот, в общем, в плане памяти, у меня память достаточно-таки средняя, ну, я стараюсь поддерживать, да, то есть как-то себя мотивировать, вот, ну, вот в плане изучения языков, вот, в плане, ну, вообще изучения, да, то есть в последнее время, в последние годы я, ну, практически играл в шахматы, путешествовал, вот, поэтому так вот конкретно не подходил к процессу, вот, но те, кто учится, те, кто совершенствуется, достигают лучших результатов, вот, то есть это как бы, есть еще возможности, есть куда расти, есть где можно готовиться, совершенствоваться, вот, но в таком ритме, вот, впервые я сыграл шахматы вслепую на большом количестве досок, это было где-то лет 8 назад, 9, 8-9 что-то такое, вот, и, значит, сыграл 4 доски, вот, у меня получилось, и далее я там сыграл 10, потом 12, 15, 20, 30, вот, ну, когда уже играешь 30, ну, тогда уже ты очень близок к установлению рекорда, ну, вот, и, значит, уже в тот момент наступила идея, ну, наступили моменты организационного характера, где я тоже был и организатором, и игроком, и, то есть у нас все получилось очень прикольно, ну, вот, ну, и я хотел бы поделиться идеями, наверное, сразу тогда переключусь, ребята могут посмотреть вот это видео, вот, там, по ссылке можно будет им закинуть. А, на шахматы, да, мне тогда отключить экран, да? Да, давайте я поделюсь, и вот как раз... Я еще дополню, ребят, я вам потом после этого пошлю копию этого видео, и еще, вот, там у нас очень была интересная встреча, вообще, мы с Тимуром давно знакомы, да, уже года 3-4, да, ну, помню, года 2 назад мы собирались с Алексеем Луговым, и там очень интересное видео, мы так, в общем, пытались понять, вот, как, в общем-то, в памяти столько можно держать позиции, вот это интересно, очень посмотрите потом. Так, я... А, еще так вы не сказали, а вы же с какого года помните примерно? Обычно люди говорят, что с 3-х годов что-то помнили. А, с 3-х годов? А, это, да, интересный вопрос, я бы сказал, ну, детство у меня было интересное, я бы сказал, но они не супер лаконичные, вот, я бы сказал, ну, в плане, потому что еще и шахматы, и... А, помню, где-то, какие лет, вот, с 2-х лет, с 3-х лет, с 5-ти лет, вот, первый эпизод, в жизни? Ага, помню, где-то, наверное, где-то, годов с 4-х, где-то вот так. А, с 4-х. Вот, ну, какие-то моменты. Так, где-то с 4-х. Ну, то есть у нас обычная память человеческая, на самом деле. Да, ну, если как-то, вот, там, пообщаться, что-то... Да, за счет шахмат сильно развилась. Вот, кстати, очень многие гроссмейстеры великие, невеликие, так и отвечают, вот, в том числе Корякин так и ответил, что память сама развивается, в общем-то. Вот, хорошо, тогда я экран убрал, вы можете попробовать теперь шею сделать, а я сейчас вас... Так, уберу с этого, как-то тут, с экрана, секунду, я пока запись не вижу, секунду. А, вот, ага. Так, все видят экран? Да, вот мы видим экран, прекрасно. Все, можно показывать. Так. Хорошо. Ну, у нас, получается, минуты 15, да? То есть, можем... Слушай, я хочу, если можно, вот, минут 10 на шахматы, да, а потом сыграть со Stuckfish, сможете? Да, да, можем попробовать. Окей. Значит... А, может, мы вместе сыграем, вы будете играть, а мы подсказывать, хорошо? Хорошо, хорошо, можно и так, да. Окей. Ну, я, вот, небольшое введение, это статья на Часбазе, вот, значит, того 2000, это декабрь, то есть это было как раз, соответственно, время сеанса, матча на первенство мира, значит, вот как раз Сергей боролся с Магнусом, это было вот как раз. В ноябре, вот, 2016-го, вот, и, значит, далее буквально в течение, там, 10 дней, то есть мы, значит, организовали вот сеанс, да, против 48 шахматистов, вот, ну, значит, итоги были, что я, значит, победил в 35 играх, 7 ничьих, 6 поражений. Вот, и, значит, этим самым был поставлен рекорд 80 плюс процентов, вот, ну, здесь, значит, интересные кадры, интересные моменты, я на велосипеде, значит, для поддержания кровообращения, потому что, ну, обычный сеанс, ты гуляешь, вот, а здесь надо как-то двигаться, ну, вот, чтобы не это, не застыть. Ну, вот, и, значит, здесь вот наши партии с сеанса, вот, ну, практически все, может быть, все, вот, и, значит, я выбрал пару партий интересных, вот, хотел начать с интересной партии, также не моей, вот, а партии полуморфия, из-за таких элементов обучающих, вот, для наших зрителей, я бы сказал, ну, я так понимаю, ну, если так по рейтингу сказать, у нас ребята там, ну, диапазон 1200, скажем, да, рейтинг, вот, тогда, значит, мы все еще работаем над открытыми позициями, открытыми началами, вот, если вы, значит, ну, у вас тренер, наставники, значит, вы, наверное, слышали, что шахматы нужно изучать и уделять время эншпилю, вот, но, как только мы начинаем, садимся за шахматную доску, у нас появляется целая армия, вот, и у соперника, да, и этим, конечно, целое космическое пространство открывается, можно сказать, вот, вот, и дабы, вот, этот процесс обучения, вот, этих сложных элементов улучшить, нам нужно работать над открытыми позициями, вот, и самые такие ребята, значит, корифеи мировые, вот, это, вот, мастера, мастера, гении, вот, значит, прошлых лет, и этот, значит, Пол Морфи, ну, наверное, номер один, да, из таких самых-самых-самых, вот, и вот получается у нас позиция интересная, и я заметил, я тут буквально вчера я давал урок, и эту партию, эту позицию, эту, значит, я показывал, ну, много раз, много раз, мне очень нравится эта партия, вот, значит, не безошибочная, вот, к примеру, после конь g5 в этой позиции хороший ход пойти конь e5, и далее, что? Напасть на коня, вот, и после, ну, да покажу, какой здесь вариант получается, так, 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 рокировка, вроде кажется, что у белых все не так плохо, и здесь, по-моему, даже, может, ферзь бьет, что-то такое, вот, то есть можно здесь просто отдать, король там ушел, вот, и тут раз, оказывается, у белых, там, на королевском просто неразрешимые проблемы, вот, вот, ну, вот, ну, не пять ход, да, лучшие потом h6, ну, и белые без спешки, что-то такое, вот, ну, соперник ходит d5, думаю, из ребят попоопытней, наверняка знаете идею, вот, здесь, если побьем конь f7, мы, значит, погорим, потому что здесь есть шах такой, вот, вот, с включением ходов d4, ed, получается, что, да, чуть-чуть позиция другая, вот, а если вы знаете, ну, как на английском fried liver, на русском, можно сказать, дебют двух коней, вот, ну, как бы ассоциация в том, что на f7 в такой ситуации пробивают, ну, вот, и тут у нас уже проблемки за черных, вот, слон развился, коня мы жертвуем, прось забирает, ферс выходит, ну, это вот такое, один из стандартных таких моментов, значит, дебютных, вот, для начинающих, для продолжающих, вот, и, значит, вот мы здесь развиваем фигуры, вот, позиция такая не совсем легко понять, ее, вот, но белые атакуют, да, белые атакуют, 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 и здесь полморфия сверкает своим гением, выводит коня просто под пешку, да, и вот для чего вот такой ход может быть сделан, да, то есть, ну, большинство, я думаю, из наших вот ребят здесь пошли бы, наверное, может какой-то шах дали, да, ну, я бы тоже, наверное, вот так пошел бы, ну, вот так, может сюда, ну, здесь, на самом деле, все висит, наверное, наверное, здесь много путей к возможной победе, с таким королем, да, черным, да, черным сложно выжить, особенно уже, значит, в стандартной атаке двух коней, в дебюте двух коней, хотя пешка там на e5 еще прикрывает короля, а тут уже, как бы, с включением ходов король уже совсем, совсем в безнадеге, и еще к тому же полморфия просто раскрывает все, вот, ну, и далее мы продолжаем, посмотрим, как все это происходит, я хотел, конечно, чтобы ребята подумали, да, вот, какой этот ход, вот, но сейчас мы уже наглядно увидим, что, что в этой, то, что мы, значит, включаем наши фигуры по максимуму, вот, и мы отдаем коняшку, дабы зарядить вот этого нашего неиграющего, значит, ресурса, да, вот ладья на один, мы ее раз и выведем на просторы, да, против короля, вот, потому что, ну, король в центре, это, это беда для соперника, если у них король в центре, вот, если у нас король в центре, мы стараемся рокироваться, что-то сделать, убежать королем тоже, да, то есть здесь черные, конечно, страдают, ну, хотя бы там фигуры лишние, уже две, вот, но здесь уже, я так полагаю, что эту позицию уже черному совсем не спасти, вот, и мы пожертвовали коня для развития, то есть мы развили коня, сразу он, значит, ушел, вот, с доски, вот, и мы далее подключаем фигуры, вот, здесь, вот такая позиция, здесь, кстати, везет просто бесплатно, да, вот, ну, по морфе не, не, не мелочится, вот, и просто идет против короля, вот, сможет была отыграть фигура, а он говорит, нет, давай я лучше пожертвую еще, вот, потом, значит, ладья вот это вырывается, которая, значит, то есть мы ладью одну жертвуем, чтобы освободить пространство для ладей, здесь, то есть возникает идея, то есть король в центре, это главная тема, вот, вот, и далее, чтобы король не убежал со всеми богатствами, мы должны его быстро, значит, оформить, да, вот, потому что, ну, значит, время, время, время для нас наиболее важно, вот, и, значит, короля мы вот таким образом не отпускаем и матуем. Вот определенная техника, конечно, для ребят было бы интересно еще раз эту партию посмотреть, вот, значит, Пол Морфи много таких вот ярких партий сыграл, вот, в свою карьеру, недолгосрочную, вот, одна из таких классных партий, и я заметил, что ко всему еще эта партия была сыграна вслепую, вот, то есть, Пол Морфи, один из таких первоначальцев, то есть первым был Фелидор, вот, сыграл две партии одновременно вслепую, это вызвало большой, большой интерес, большой восторг, вот, Пол Морфи уже в свое время сыграл уже шесть партий, вот, и вот такую партию, такой, такой выдал шедевр, Играя вслепую, вот, значит, ну, уже у нас времечко не так много, давайте сейчас мат королю... Ну, конечно, а теперь, может быть, а где вы играете, на чизкоме или на лечесте? Ну, по-моему, на лечесте... Лечесте, а сейчас, я еще, сейчас 5 минут их надо показать, вот эту буквально мы закончим сейчас, вот этот сюда, ну, так, чтобы просто уже дома-то довести, да, и здесь, а если сюда ладья подключается, тут мы аккуратненько такой шаг даем, там, куда бы король не пошел, и ладья прикрывает, да? Вот, далее я хотел вернуться, показать, чтобы все, ну, думают, о, король игры вслепую, значит, все знает, все умеет. Вот я покажу партию, которую я проиграл на чемпионате, вот, на... Играл на... в Лас-Вегасе в 2016-м, на... когда поставил рекорд мира, да, вот, ну, более-менее стандартные какие-то ходы, то есть я хожу Е4, моя соперница, новичок была, вот, ей чуток помогали, я, как я потом слышал, ей чуток помогали, потому что там ребята смотрели, там, помогали девочке играть, там, вот, ну, то есть она какие-то свои ходы делала, кто-то там что-то помог, вот, и тут я, значит, ну, я хожу Е4, вот, а моя соперница просто не отходит конем, да, то есть я, как бы, она меня запутала тем, что не совсем, как бы, то есть, ну, при таком огромном количестве досок, да, то есть я не беру фигуру, да, потому что я, так, а что происходит, я же вроде бы... То есть я через 45 минут я прихожу к этой партии, и я такой думаю, а что, это и так я ходил, или не так, то есть я, как бы, потому что это не стопроцентная наука, вот, при таком громадном количестве досок. Вот, здесь я сообразил, что побили-побили, а при этом я, то есть я сделал несколько ходов уже, которые были нелегальные, да, то есть неправильные, да, вот, и тут она ходит конем, она в центр, ну, вот, ребята понимают, наверное, да, что это ходы, то есть много ошибок, причем это зевки, да, и тут я забираю коней, меняюсь, сам хожу конем, вот, в итоге она забирает, то есть было, то есть я в итоге запутался, вот, и сделал очень много ходов, которые были неправильные, да, то есть я хожу, говорят, нет, такого хода не может быть, вот, дальше продолжаю, и в итоге при, ну, какой-то такой позиции я, то есть я настолько запутался и просто решил сдаться, да, вот. Далее я покажу, значит, партию, это вот один из сильнейших игроков, то есть 250 фиде, то есть это очень приличный уровень, вот, вот это одна из лучших партий, которые я вообще когда-либо играл, ну, вот, и при том, что я сыграл эту партию вслепую, я играю черными, и испанская партия, и опять же-таки вот начинается такая атака, то есть, ладья е1 не совсем аккуратный ход, конь g4 тоже, может быть, не, то есть не должен привести к каким-то суперсложностям для белых, но получилось так, что мой соперник запутался, и вот при вот такой d5, то есть эта позиция нормальная, надо было белым ответить d4, вот, и при всех сложностях позиция примерно равная, вот, а после того, как мой соперник побил пешку, тут уже атака пошла очень сильная на короля, опять же-таки интересная партия, можете зайти на ссылку, посмотреть там, на латинице написать мое имя, вот, на час-базе посмотреть вот эти, значит, вот это мероприятие, вот, и, значит, в этот момент, то есть тоже тут уже такая сильная атака, что все пути ведут в Рим, вот, и, значит, понеслась конь h2, то есть там можно было и ферзь h4, возможно, вот, я жертвую коня, мой соперник, ну, достаточно сильный игрок, и он понимает, что тут, если коня забирать, значит, ферзь подключается, и потом еще, то есть вот эти все, эти все поля, они будут решающие, и ладья забирает короля, чтобы он ушел, поэтому там где-то его и заматуют на королевском, причем форсированно, вот, ладья выскакивает, прикрывает поля, атакует слона, ну, вот, я ферзя подключаю, слона отдаю, и тут у меня получается очень сильная связка, слона теперь отдаем, то есть все, опять же таки, форсаж, вот, то есть это, если мы чему-то одному научимся сегодня, это, значит, темп игры, темп партии очень важен при атаке, вот, то есть если замедлиться в какой-то момент, при очень хороших шансах, мы атаку потеряем, поэтому надо действовать очень быстро, если мы атакуем, если мы жертвуем, вот, ну, и в этой позиции уже у белых ходов не осталось нормальных, да, просто ладью можно отдать ферзя, и тут уже идет мат, вот, ну, вот, в принципе, моя презентация, вот, если есть желание, можем, можем сыграть, вот. Да, спасибо, Тимур, отлично. Еще хотел спросить все время у вас, а вы много раз сыграли с Магнусом? С Магнусом, вот, вот, пару месяцев назад эти были разные арены, вот, было, пару интересных партий сыграл, вот, а так одну выиграл, одну проиграл, вот, ну, при таких, ну, арены такие, там, минуты по минуте, там, что-то такое, вот, в общем, вот, в таком форме. С Каспаром приходилось сыграть, нет? С Каспаром, я один раз видел его в Нашвиле, там был тоже мировой рекорд по количеству участников рейтинговых, вот, там, что-то порядка пяти тысяч человек, вот, он там приезжал, давал презентацию, и в Сан-Туисе я его видел, когда он участвовал в турнире, тоже с ним, только буквально, там, несколько моментиков пообщался, но никогда не играл. Да, да, ребят, у нас есть группа Тимура Агареева, да, если вы хотите записаться и заниматься у него, да, вы можете через эту группу пройти, я всем ссылки дам. Вот, давайте теперь, вы все включите микрофоны, да, только сильно там не шумите, не кричите, и мы попробуем сыграть со Stockfish, да, на последнем уровне. Будет играть Тимур, да, если вы какие-то видите сильные ходы, да, давайте подсказывать будем. Вот, почему мы решили с машиной сыграть? Потому что у нас есть серьезные успехи, да, и даже намерения побороться с машинами именно сейчас, потому что до этого считалось, что машины сильнее человека играют. Вот, ну вот, в результате того, что мы изучаем китовые позиции, да, и можем их прогнозировать, очень много они изучают, у кого-то очень сильнее что-то фонит, у кого-то сильнее, у кого-то сильнее, то мы можем даже делать ничьи с ними иногда, иногда и побеждать. Ну что, на каком мы его не поставили, вы на каком поставили? А я на четвертый поставил, ну не знаю, я... А выше? Выше? Выше нас обыграют. Точно обыграют, да? Без боли. Ну, я не знаю, ну четвертый интересно, я не знаю, четвертый это сколько, 2000, 2500? Ну, давай попробуем шестой. Мне кажется, четвертый не стало. Ну, 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 в условии шевелить. А вообще их восемь, да? Все, у D4, а это блицы или что это? Это безлимитного, безлимитного. А, безлимитного, ну хорошо, безлимитного. Все, мы играем черными, да? Да, да, да. Ну что, народ, подключайтесь. Ну, давайте я буду какие-то хадет делать, так, чтобы динамично было. Вот, а потом мы в какой-то момент спросим публику, что нам надо делать, да? Ну, то есть ферзовые классические играем, да? Да, ферзовые классические, по карпу надо здесь аж-6 ходить. Вот. Вот, как Каспаров карпов. Сразу, да? Да, аж-6. Ну, сейчас уже все поменялось, да? Сейчас уже все, все, значит, с компьютером должно быть отработано. Ну, вот. Ну, или здесь, в принципе, ферзовый гамбит, очень солидный дебют, всем рекомендую. Таких супер проблем, я вот не знаю, как показать, потому что я за белых играю в ферзовый гамбит. Кто-то хотел что-то сказать нам, что-то, может, кто-то предложить? Да, ребятки, что делаем? Я одновременно... Да. Точно не вижу, кто включается, да? Да, что мы делаем? Рокировку или кто-то с тем играет? Конь Д7. Конь Д7, да. Конь Б, конь Б на Д7. Да, нормальный ход, нет? Отличный ход, да, отличный ход. И теперь у нас единственное... Да, как нам здесь сыграть? Коньем или пешкой? Конь бьет Д4. Конь Д5 хороший, тоже неплохой, неплохой ход, это называется... Так, разменный путь. Разменный путь, по ласкеру, по бланке. Дабы нам как-то сохранить вот этот такой ритм борьбы, более, значит, как его сказать... Стратегический, да? Давайте пешечкой возьмем пока. Пешечкой, да, а то там будет какой-нибудь Е4, да, там собьет на С7, Е4. Ну, что-то такое, что-то другое, там фигуры поменяются. И здесь я вот хотел ребят тоже задействовать, чтобы они, ну, воспроизвели план, где вот у нас все фигуры, их надо развить, да? И при том, что, как я сказал, открытые начала есть, да, есть закрытые начала. Вот. И здесь получается такая калсбатская структура, очень популярная в нынешнее время за оба цвета. То есть в разных дебютах она встречается. Вот. Как нам дальше действовать? Ракернемся, да? В субботу. Вот. И далее, вот где-то здесь у нас возникает вопрос, что нам, как нам дальше развивать нашу игру. Кто это подскажет? Вот, опять же. Если пойдем в С5, у нас будет вот здесь изолятор, потому что пешка пойдет. И потом вот эту пешку Д5, ее надо, может, защитим ее лучше вместо того, чтобы это... Потому что С5 другой, если у нас без вот этих разменов, С5, кстати, хороший ход часто бывает, да? А вот с разменом уже нам гарантированно будет вот изолированная пешка будет, если мы на С5 пойдем. И она уже прям слишком здесь вычурно будет висеть. Какой балл, кто занимаешься тем, что тебе нравится? С6, и потом куличка будет. Ну, С5 неплохо, а давайте С5 пойдем, да? Так, для динамики. Посмотрим, что будет. Вот, соперник говорит, а, нет, я не буду пока пользоваться ситуацией, пока просто прокернусь. Что мы дальше сделаем? Нужно Б6 пойти там с висящими поиграть, если что. А вот висящих вряд ли будет, потому что у нас заберут тут тактику. А, а, там не успеем, да? Да, не успеем. Б6 была, по идее, да? Вот С4 пойдем, да? С4 пойдем, да? С4 пойдем. С4 пойдем. С4 пойдем. С4 пойдем сразу встретит. Что будем делать? Да, мы снова разменяемся на Б3. А потом у нас С5 будет очень статичным. Давайте этот С4 пойдем сразу. Б3 будет тревать. Я думаю, Ладья и В8 можно было пойти. Может, А6 тонко сыграет? А6, да? Да, А6. У нас Ладьяна и В8 будет висеть при разменах, а вот А6 как раз да. А, вот А6 и если у нас... Да, если у нас... А, вот здесь уже С4 играем, правильно? А, вот здесь уже С4 прокатаны. Хотя он тоже рван будет. О, и мы перевес получили. Да, 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 да. Вот. Развиваемся пока. Так, вот сюда поляна. Вот какой ход хороший здесь сделать? С6. Нет, я и В8, чтобы слонил убрать. С6. С6. С6, кстати, вот такой литровый вот. С6 это плохо, не-не-не. Он некрасивый, но не плохой. Он не стоит, но не стоит. Он не стоит, но не стоит. Да, да. Но у нас настолько стабильная схематика здесь, что... Ну, давайте я вам предложу, смотрите, вот такую систему. Ладью сюда идем. И мы здесь особо не боимся, что слона у нас заберут. И мы дальше переводим. А как мы переводим? С6 сыграем. Теперь уже на кунике. Кунике 6 я бы... Или помидор. Да, кунике 6. Или... Кунике 6. Нам как-то опять В4 подготовить. Вот. У нас слона... С8 берем. Что такое парень? Сла можем на F8 убрать. Но я бы даже предложил коня на F8 поставить на Е6. Потом, может быть, на G5, на Е4 приспособить. Да. Слона на Е7 отдавать будем, да? Да. Он нам так супер не нужен. Не нужен. Не нужен, да? Да. И в плане... Значит... Ну, если коня на B6 поставим, там он просто... Можем коня на B6 поставить, а потом ферзя на D7. И потом опять B4 провести. А вот, давайте коня на B6. Мне кажется, что коня на B6 как-то повести ли, нет? Да. Ну, коня F8, он очень стандартный и очень полезный. Вот. И слона пока уходит. Ну, там же есть при случае, да, прогнозы? А, не дает. Да, G6, если захотим. Здесь есть коня H5. Слон... Слон здесь... Вот здесь неплохо стоит, в принципе. Сейчас мы его можем... Да, но за время считаться с какими-то Е4 правильными... Срывами или F3 или E4, да? Вот здесь... Слон D6. Слон сюда? Вот это меняет слона. Может, подожди, не меняете его сначала? Так, а... Мне очень нравится. Если мы разменяем его с плохим слоном, остань. Поэтому E4, а E4 не понял? А здесь... Вот здесь есть практические принципы. Вот. У нас здесь просто идет... Здесь накат на ферзя. Вот. И тут белые... У нас больше пространства. Белые стеснены. Поэтому здесь вот эти концепции хорошие, плохие. Слоны. Здесь же мы просто... Здесь накат организовываем на ферзя. Тут уже... Тут уже все остальные фигуры просто очень сильные. А слон сюда пойдет, если что будет этого коня гонять. Потом D5 чуть провисать. Вот этот флот мне очень нравится. Он просто открывает пространство. И главное, мы ферзя убираем. Ладьи соединяем. Вот. Слона сюда ставим. И все. Вот эти мы стратегические... Здесь сейчас теперь E4 действительно хочет пойти. И все бои, да. Вот. Да, E4 хочет... Я бы вот этого слона просто... Да, да, да. И все, да. Ага. О, он что, а те, что ли? Ну, известно. Да, E4, кстати, он как-то сказал. Ага, нет. Поторопился, может быть. Так. Может быть, вот так. Какие-то E2 надо считать еще, Тимур. D, E, K, E4. Слон F3, E5. Слон на F3 у нас... А что, мы не выиграем пешку? На F3 бьем, потом D, E на D4 забираем, нет? А мы, кстати, здесь без проблем. Подожди, на F3 бьем, а потом на F3. Слон F4 забираем. А, нет, на F3 если побили, то на E5 бы у него был. А, да, ну мы же этого коняшку съели. И вот здесь нормальная позиция. Вот здесь мы против его. Мы не жадничаем, не забираем сразу, да? Да, мы там ничего не отдавали, да. И вот здесь, в этой позиции, куда пойти слоном? Может, на C8? Да-да-да, куда-то отошли, никому не мешает этот слон. Ладья активные. Ну вот у нас, наверное, не обидел просто. Да? У нас вот такой ресурс есть. Ну да, заберем иначе. Такой ресурс есть. А, просто можно забрать. Да, давай заберем. Нет, 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 там ладья FG1 сыграют. Давайте я вот такой ход предложу, чтобы ладьями начать сетак. А вот здесь он как-то встает под связку. Это нам хорошо, в принципе. Ну здесь мы уже просто выигрываем, я думаю. Потому что здесь что-то... Что-то он очень... А, сюда? Хорошо. Королеон поближе здесь... К... Что-то он... Так, ну здесь просто можно забрать, да? Кто-то видит какую-то тактику. Да, они не дают тактику. Ну, осторожно, он тактику видит хорошо. Да. А теперь... Вот я дядю, я думал, что-то он как-то не... Не играет в других. Тупить нашу, да? Фрот, да, чуть-чуть. Подожди, мне пыль подбой. Пыль подбой. Он F5, возможно, имеет. Да, или есть. Он F5, да, агент. Вот сейчас в ладья D1. Вот такой ходик есть хороший. Просто от ладья D1 избавиться. И здесь нам запрячь надо уже какой-то... А так уже 6, уже критично выглядит. Вот. Ну вот для ребят спросить, какой вот наиболее практичный подход, и мы можем его улучшить, да? Вот. Мы можем его улучшить. Какой практичный подход в этой ситуации? Что он бащейн. Слово всем хороший ход. А какой подход, да? Вот как... Как нам подойти к этой позиции, чтобы... Ну, что-то такое сделать наиболее рациональное. Массивно просто поменять, вообще тяжелое. Ну, в ладь. Да, да, да. Просто об этом надо задумать. Даже лучше. Сон пассивная, пассивная, да? Да. В нынешнее время особенно много там рапидиков, там это... Ну, смотришь на позицию, хорошо. Ну, сейчас буду сидеть, думать, лучшие ходы находить, да? Вот, ну, в плане, если классический, у нас там 20-30-40 минут у нас на часах, и здесь мы сидим, думаем. Конечно, просто смахнуть эти тяжелые, вот. Но как-то можно улучшить подход. Вот здесь, здесь даже более чем ученые, можно... Ж6. Ж6, да, Ж6. Единственное, на Ж6 ферзь Е5 есть вот неприятный. Какой-то неприятный. Да, он нам... Если мы шапку начали дать... Подожди, давай посчитаем. Ж6, Ферзь Е5. Слон Б7. У него два шаха есть. А, красиво, да, красиво. Красиво, красиво, да. Да, если мы шли на Е7, он опять... Ж7, Ж7. Не, мы... На Ж7 он. Мы бежим, да? А с Аш-8, да, с король Е7. Да, или мне там дают вечный шах, все-таки с Е5 и обратно. Туда-сюда бегать. Если бегать, то мы слона съедим. Давайте пойдем вот сюда, да. Давайте сюда пойдем. Ну, смотри. Да, я думал вначале шах дать, но у него все равно с С3 есть. Он все тоже даже. А, ну тогда у него вообще сжатый вариант. Сон Б7. Да, здесь тоже самое. Мы его сейчас заатакуем, да? Ну, наверное. Но ему только вечный шах ставить. Что он и будет делать. Не, он не сможет. Мы сюда теперь убегаем или сюда, да? Ну, на Ж7 и все, да? В принципе, без разницы. Если что, Ферзон закроемся, да? Да, если что, Ферзон закроемся, опять же, такие все убежали, да? Нет, Ферзон может. Или не будем. Или убежим. Так, а мы же мат ему даем. Ну, он Ферзон, да? Сюда, Алис, да? Он будет мучиться. Мучиться. А, давайте сейчас побегаем чуть-чуть. Разменяемся, подожди. Да, в такой редакции. Сюда, в начале. А, и он решил не гоняться за нами, потому что там мало. А потом мы гонялись. Конь Д5 есть? Конь Д5 или и сейчас слон будет выбегать. Да, мы туда. Да, мы сюда. Вот. Можем мы сейчас, Конь Д4 пойти, Конь Д6 есть. Нет, Конь Д6. Конь Д4, да, наш Т3. Конь Д4. Конь Д4, пацаны, или Ж5? Да. Конь Д4, а нам наоборот, хорошо все стоит. А может, Ж5? А нам вот здесь очень шикарно все стоит. Потому что пешка на Ж6, а слон живусь. Да, особенно. А можно Ж5 сначала? Можем, да. Можем походить. Не будем пока жадить. Мы всегда на Ж2. А Ж5 нам, прошу, Ж5 нам супер, нам ничего не дает. Видите, он наоборот, мы его чуть-чуть спрятали. Да. Ну давайте забираем тогда. Здесь С5 будет. Мы уже можем перейти, там у нас лишняя пешка и три пути в дверь. Да, можем в Вэшпи перейти. Ну вот у нас совсем висит. Да, в Вэшпи у нас пешка не висит. Да, в Вэшпи у нас пешка не висит. Да, у него какой-то. Там со слон Д5 мы можем поджидеть, да. Теперь короля подгоняем. Сюда. Короля опять подгоняем. А, он А6 будет кушать, да? Вот. Можем как-то... Можем как-то... Можем как-то... Можем как-то... Можем как-то... Да, и наш трясет. Нормально, да. Нормально. Он там может... Наш трясет. Вилок никаких нету. А, и все. А, мы же вот так-то. Подожди, король с ЖС-7 может сошел. Он сошел, по-моему. Сошел, сошел, блин. Король с ЖС-7, блин. Король с ЖС-5. А давайте коневоичку... Коневоичку выиграем. Коневоичку просто выиграем и все. Ну да. Тут же... Допирается, да? Да, сюда сюда. И здесь все зашли, да? Да, и здесь все зашли, да? Ну, наверное, просто пешки можем толкать, да? Опять. Конь-то 3 был еще тяну. А, тут у нас пешка проходит вот эта. Ну да, пешка проходит. Можем не париться. Нет. Нет. Да, просто. Ага. Да, это та... Ну так можем даже отойти пусть. Очень сразу, наверное. О, у вас нет, ну, он не отвечает. Какой-то. Какой-то 2-мой выход. Пошел. Ну все, а он не сдается, да? Да, видимо, не сдается. Так у него же не заложено сдаваться. Это же про гнен. Ага. Ага. Так. Персев в 2. Персев в 2. И конь... Потом конь в 4. Да. И все, да? Вот такая вот партия, да? Поздравляю всех участников. Поздравляю. Обыгрываем. Так фиши. Ну в таком ритме мы сыграли, в ритме такого блица легкого. Угу. Угу. Ну, ребятки, что у вас есть? Вопрос какой-нибудь один давайте задавайте. И мы на этом сегодня закончим. Понравилось вам? Да. Ну вот записывайтесь в группу. Вот. У вас что-то есть спросить Тимура? Да. А содержание курса-то кого будет? А, саму программку, да. Мы сейчас ее делаем с Тимуром. Он, наверное, в ближайшее время ее нам сбросит. Она будет у нас. Да, Тимур? Или вы в двух словах можете что-то сказать сейчас? Тимур, а сколько вы не занимаетесь? Сколько шахматами занимаюсь уже? Да. Ну, можно сказать, в шахматной игре я 30 лет нахожусь. Вот когда... Так, это у нас спрашивает... Так, Владислав? Нет, я спросил про содержание курса. А, Владислав спросил, и, значит, это у нас Алиса, да? Алиса. Да, Алиса, молодец. Хорошо, так. Значит, да, Владислав спросил про содержание курса. Алиса спрашивает, сколько я занимаюсь. Просто так, чтобы вы понимали, значит, последние пару лет я играл много в турнирах, вот после пандемии, да, как только открылись вот турниры. Вот. А вот занимался не так много. Вот. А вот когда... Алиса, сколько тебе лет? Восемь. Восемь, да. Да, вот восемь лет это я вот начал больше и больше и больше заниматься. Может быть, по два часа в день занимался, когда я вот в твоем возрасте был потом в девять, в десять лет по три часа. Вот. В одиннадцать, двенадцать уже по четыре, по пять часов. Вот. В тринадцать, в четырнадцать вообще все время. Вот. То есть вот как сейчас ребята лидирующие, да, у нас там юниоры. Вот. Вот. В этом плане. Вот. Поэтому... А сейчас я шамотом занимаюсь вот как этот... Как... Удовольствие, да. Вот сейчас я, когда играешь много в турнирах, даже сложно. То есть надо анализировать свои партии, вот. А с путешествиями, со всеми делами это как бы сложно. Вот. Но вот для тебя надо заниматься, ну, хотя бы по часику в день. Вот. Когда будет... Результаты будут ощутимы в твоей... В твоей группе возрастной, да, если хочешь, чтобы вообще всех обыграть, занимайся по три часа в день. Так. А содержание курса, Владислав, я бы сказал, значит, у нас есть... Я бы, в принципе, вот, ну, фундаментальной, да, те темы. То есть, во-первых, надо оценить кто... Я вот вижу у вас, я так понимаю, где-то уровень порядка, ну, не знаю, 1600-1800, да, где-то в том районе. Ну, где-то так, да, у меня первый разряд примерно. Вот и я сам тренер тоже тренирую детей. Понял, понял, да-да-да. Да, в плане... То есть нам надо будет в начале группы определить по рейтингу, вот, и, скорее всего, допустим, если... Ну, вот в группе, если мы работаем, мы тоже можем менять, значит, по набору, а также определять, кто, значит, в какой группе лучше ладит. Ну, и сами участники могут решать, да. То есть у нас группа, допустим, 1600 и выше, вот. Или, там, мы можем, если кто-то 1400... Ну, я даже не знаю, вот эти рейтинга... Сейчас дефляция же была, вот. И сейчас тоже такая пандемия, дефляция, вот. Поэтому даже сейчас не знаю, кто какого рейтинга. На каждом турнире практически я вижу кого-то 1600-1800, который обыгрывает, там, какого-нибудь международного мастера или гроссмейстера, чуть ли там не в первых турах. Вот. И люди все в шоке, да, не понимают, что происходит с рейтингами. Вот. Ну, какие-то диапазоны мы определимы. Далее по курсу, допустим, если мы берем группу 1400 и выше, то у нас уже... Ну, во-первых, мы со всеми знакомимся. Допустим, если у нас 8-10 человек, какие-то дебютные предпочтения, какие-то, там, новинки, если мы... Ну, как-то советуемся, если мы, там, смотрим какие-то партии из, там, чемпионатов. Ну, допустим, когда я, опять же говорю, 1400-1600, мы уже можем говорить на какие-то серьезные шахматные темы, которые, там, включают дебютную подготовку, какие-то, там, очень динамичные игры, какие-то форсажи, какие-то, там, линии, там, вот. Вот, то есть, ну, какие-то вот дебютные моменты мы точно осваиваем. Далее такие вот фундаментальные моменты по окончаниям. Ну, я люблю партии тоже показывать. Вот, а там мы дальше анализируем, дискуссируем. Вот, ну, вот в процессе... И потом, значит, выбираем тоже участника, ну, заранее, да, то есть, там, по имейлу поставить партию. Вот, и, значит, ну, или, там, десяток партий каких-то, да, тоже комментарии ставите, и здесь я так думал, здесь я так. Вот, допустим, я минут за 20-30 эту тему просматриваю. Вот, и хорошо, вот эти партии мы можем посмотреть с конкретным участником. Вот, далее мы определяем, значит, какие-то моменты, которые, вот, определяют слабости, слабые стороны, сильные стороны. Вот, как можно, допустим, вот, усилиться, то есть, за счет работы, за счет собственной работы, потому что, ну, у нас как ритм встреч будет, ну, там, грубо говоря, раз в неделю. Вот, и, значит, вот, что игрокам делать между, да, в периоду, в периоде подготовки, да, в периоде занятий с собственной работой над шахтом. Вот, ну, что-то такое, то есть, это у нас достаточно такой гибкий проект на данный момент. Вот, ну, по программе, значит, мы должны определить, кто, значит, участвует. Да, и вы помните самое важное, когда вы пройдете все, проходите какой-то мастер-класс у Тимура, или, там, тренировку, у вас все это будет, значит, мастер-про в виде технических упражнений. Это все мы за вас делаем, там вам не надо будет ничего не владеть, не загонять, это все будет сделано. Ну, может быть, иногда чуть-чуть позже, там, на 2-3 дня, ну, потому что некоторые ведь мастер-классы, они вживую идут, ну, большинство из них, я так понял. Поэтому нам придется их загонять просто в это. В позиции по 2-3, по 2-3-4 варианта. В позиции это очень-очень эффективно. Вот, во всяком случае, я вот вчера уже с этим еще раз столкнулся, потому что играл сам, там, как попала вот эту защиту каракан белыми, и что только не играл, там, и Покупанова, и так далее. Ну, вот, посмотрев, там, ролик вот с Артемом, да, Халифмана, там 37 позиций по 2-4 хода. Мы просто идею все поняли за один, буквально вечер, за один час, прорешав там по два раза позиции, один раз видео посмотрев. То есть очень эффективно и просто вот действительно понимать, начинаешь как играть правильно надо в шахматы, а не просто как попала фигура разбрасывая по доске. Вот, ну еще какие вопросы у нас, ребят? Или все на этом закончим? Да, и я тоже дополню, Сергей, возможность работать до типовыми позиций, то есть есть определенные типы позиций, вот, и далее мы, значит, работаем. Вот, к примеру, у нас была возможность, ну, вот у нас Carlsbad, и у нас там пару возможных вариантов было. одно — поддержание напряжения, что происходит при этом. Второе — вот Carlsbad, куда там фигуры ставить, вот, при том, что, ну, если бы на С6 пошли. Третье — это вот даже, может быть, изоляторы, вот, и у нас получился один из вариантов такого вот солидного такого вот ферзевого гамбита игры. которые вначале уравняли, потом мы идем вперед. Да, то есть вот Тимур Ганерев, он изначально у нашего проекта, который мы продвигаем, и с помощью которого, да, как инструмент, он сам по себе ничего не дает, но вот с тем, что мы получаем, да, это вот тренировки и так далее, вот он, конечно, дает сильный эффект такой. Мы много раз с Тимуром много раз встречались, и, в общем-то, я рад, что он вот сейчас активно вошел в наш проект вот именно с мастер-классами, да, с нашими, с вашими. Вот, мы курс этот вам отправим в ближайшем будущем, да, что там будет в программе, и вы всегда можете к нему подключиться. Причем он идет на двух языках, я так понимаю, да, на английском и русском, если что, можем и на английском. А вы еще какие языки знаете? А я? Русский, английский и, ну так, чуток испанский, и, это, показать на пальцах, если вот сейчас уже так. Ха-ха-ха. Ну ничего, если нужен будет китайский поддержим, да, мы все время с Тимуром собираемся, круиз по миру сделать и в Китае, в первую очередь. Это пандемия, а то еще что-то происходит там. Ну, сейчас интересно. Да, попробуйте. А можно спросить, а какие вы любите дебюты? Какие дебюты? Открытое начало рекомендую. В 8 лет надо играть открытое начало. Спасибо. Открытое с элитской... Я до сих пор и е4 ходишь, чтобы понимать. Да, конечно, е4, а потом еще и d4 при случае. Вот. И так, чтобы все открыть и мат поставить. Да-да, но не с начала, а d4. Да. Ну что, на этом мы, наверное, закончим. Тимуру спасибо большое, да? Будем ждать у вас еще, Тимур. Вы когда... Вы сейчас в Африке же, да? Сейчас в Африке, да, сейчас Кенни. А вам из окна что-нибудь видно? Покажете или трудно камеру? Или ты мог где-то... Да, может быть. То есть, а цементный завод? Да ты что? Ха-ха-ха! Цементный завод в Африке, да? Я понял. Там, может, секретное все. Не секрет, не объект. Ох, салса светит. А сколько время сейчас у вас там в Москве? Сейчас то же самое, что в Москве. А, такое же время, да? А то есть, они по Москве живут, да? Да, если с другой стороны подойти, там, кстати, иногда эти жирафы выглядывают. Посмотрим. Да ты что, прямо в окно? Да, вот здесь. Там где-то вдалеке. Жирафы где-то, но тоже это. Пока только корова. Вот там река какая-то, да? С крокодилами? Нет, крокодил нету, вот там что-то. О, там далеке парк, где много терялись. Там жирафы иногда. Здорово, слушай. И слоны есть, да? Тут коровы, козы. Тут у нас обед и ужин, короче. Нормально, слушай. Ну, слушай, спасибо тебе большое, ребят. Давайте поблагодарим Тимура. Спасибо. 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 Да, спасибо, ребят. Спасибо. Ага. Давайте будем на связи. Всего наилучшего, хорошего дня. Вот. Я побегу. Связь, ага. Ага. Благодарю. До свидания. Ага, до свидания. 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 Продолжение следует...